Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Труд – это то, благодаря чему сохраняется и развивается современная цивилизация. Именно трудом рук и умов человеческих созданы основные ценности, которыми пользуется и заслуженно гордится общество. Так что такое труд в современном мире? Какие условия диктует нам время? Что может общество, что можем мы для того, чтобы урегулировать определенные вопросы? Значение профсоюзов, инспекции по труду, фонда социального страхования. Что делается и будет делаться по защите прав человека труда, мы поговорим в сегодняшней программе. А помогут нам в этом наши уважаемые эксперты. Майя Якубовна Кишмахова, временно исполняющая обязанности руководителя государственной инспекции труда. Андреева Наталья Павловна, руководитель регионального отделения фонда социального страхования. Роченков Валерий Григорьевич, заместитель руководителя государственной инспекции труда. Коваленко Владимир Евгеньевич, главный технический инспектор труда Федерации Тверских профсоюзов. И Виноградова Раисфедовна, председатель Федерации Тверских профсоюзов. Итак, коллеги, тема наша сегодня ясна. Мы поговорим о труде, об условиях труда, о его безопасности, о том, как обстоит сегодня ситуация с травматизмом. Какие меры социальной поддержки в случаях наступления страховых случаев. И вот многое-многое еще, что мы хотим вот так вот упаковать в рамки достаточно быстротечной, хотя и часовой программы. И я хотел бы в первую очередь в этой связи сейчас предоставить слово Раисфедовне Виноградовой, как лидеру Тверских профсоюзов. Потому что именно профсоюз всегда стоял и, как мы с вами понимаем, будет сохранять свою позицию по поводу защиты прав трудового населения и других, так скажем, социальных гарантий, которые распространяются на человека труда. Ну, в нашей стране, ни для кого не секрет, закреплено за каждым работником конституционное право на труд. Это статья 37 Конституции. И данное право, оно накладывает определенные обязанности на работодателя по созданию безопасных условий труда. Через создание, внедрение и обеспечение системы управления охраной труда. Значит, в соответствии с законом о профсоюзах, в соответствии с трудовым кодексом на профсоюзы, в этом смысле возложены очень большие задачи и большие имеются полномочия. Значит, соглашение по ЦФО, которое заключено между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений и организаций профсоюзов ЦФО, и Координационным советом Российского союза промышленников и предпринимателей, также в ЦФО заключено и действует соглашение, в соответствии с которым, которое обязывает, значит, на, так сказать, органы этого соглашения, стороны этого соглашения обязывают взаимодействовать профсоюзом на местах в субъектах с органами государственного надзора и контроля по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных актах, содержащих норму трудового права, законодательства в области охраны окружающей среды и заключают соответствующие договоры и соглашения. И хочу отметить, что положительно в нашем субъекте заключено и действует соглашение в виде дополнения, оно давнишнее, но последнее, в 2015 году, между государственным учреждением, это Тверское региональное отделение Фонда социального страхования, Государственной инспекции труда в Тверской области и Федерации Тверских профсоюзов. Предмет соглашения это именно взаимодействие в рамках социального партнерства относительно охраны труда. И, так сказать, поскольку стороны этого соглашения все здесь присутствуют, они могут коснуться своих обязанностей, прав и взаимодействия по соблюдению требований по охране труда. Я хочу остановиться на одном разделе. Что может профсоюз и что закреплено в законе этом соглашении, в локальном акте, о том, что Федерация профсоюзов образует совместно с областными организациями профсоюзов единую систему общественного контроля, потому что профсоюзы осуществляют только общественный контроль за соблюдением требований законодательства в области охраны труда и принимает от работодателей извещения о всех тяжелых, смертельных и групповых несчастных случаях на производстве от работодателя и ведет учет этих извещений. Обеспечивает участие своего представителя всегда в расследовании тяжелых, смертельных, групповых несчастных случаев на производстве, а также при выявлении сокрытых несчастных случаев и поступлений жалоб и обращений пострадавших лиц. При расследовании этих случаев обеспечивает расследование главного технического инспектора труда, в его отсутствие руководство замещает. И последнее, это анализирует причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и вносит предложения по их устранению. Я думаю, что сейчас, поскольку этот вопрос очень актуален, мы будем развивать свои действия в отношении исполнения этого соглашения сторонами этого заключенного соглашения. И хотелось бы отметить, что роль профсоюзов по этому вопросу важна, она закреплена законодательно. Поэтому я думаю, что нужно активизировать работу по охране труда со стороны профсоюзов нашей области. Ну, когда-то, в общем-то, все вот эти функции, они были объединены, да, и когда-то это все являлось прерогативой профсоюзов. Но мне хотелось бы в этой связи, конечно же, сказать, привести несколько цитат, в частности, что сказал наш президент о профсоюзах на Десятом съезде. У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, а во многом без всякого преувеличения уникальный опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невозможно переоценить. Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями. Результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда и отдыха. Разумеется, бывает и так, что собственники или администрации предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют. Иногда такое тоже бывает. Созданию деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство. А это не что иное, как самоуправство. И произвол, безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры и надзорных органов нужно пресекать подобные вещи. Вот как оценивает роль, значение и необходимость взаимодействия с профсоюзами наш президент. Поэтому это действительно очень важное направление. Мы с вами прекрасно понимаем, что не обеспечив надлежащие условия труда нашим с вами согражданам, наверное, сложно ожидать какого-либо рывка, того, что граждане будут удовлетворены результатами своего труда. И это действительно так. Сегодня существует целый ряд механизмов, которые позволяют законным способом регулировать и решать эти вопросы. Самое, конечно же, важное в этом направлении это профилактика и недопущение случаев производственного травматизма, если мы сейчас коснемся этой темы. Но, тем не менее, как вот здесь обстоит ситуация, я сейчас попрошу нам подсказать Майю Якубну и Валерию Григорьевичу. Потому что они, конечно же, в полной мере владеют всей необходимой информацией. И что вот в этом направлении происходит, делается, намечено и какова обстановка на сегодня? Полностью соглашусь с высказываниями Владимира Владимировича и соглашусь с позицией Раиса Федоровны. Наше соглашение трехстороннее надо активизировать и более практично подходить к этому вопросу. И то, что на самом деле травматизм случается больше всего там, где не действуют профсоюзы или неорганизованные. То есть их нет просто-попросту на предприятии. Это и статистика показывает, о которой более детально остановится Валерия Григорьевича. Единственное, что могу сказать, за первые полугодия по сравнению с прошлым годом травматизм у нас увеличился. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами. И мы вновь в студии продолжаем нашу программу. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что в то время, еще в 90-е годы, создалась инспекция государственного труда. И также указом президента было, значит, Федеральная инспекция труда. А в регионах начали работать Государственные инспекции труда в нашей Тверской области. Значит, мы еще пришли в это время, когда ГЗОД действовал. Значит, такой Кодекс законов о труде Российской Федерации. Да, Трудовой кодекс. Далее государство, чтобы обеспечить все-таки права трудящихся и защиту. И, видя, что специалисты с профсоюзов перешли в Государственную инспекцию труда, потому что была наработана база методов проверки, расследования частных случаев и так далее. И, значит, вошел в действие Трудовой кодекс Российской Федерации. И основная статья 10-й главы касается, вот если возьмем 212-ю статью Трудового кодекса обязанности работодателя, это что, человек пришел здоровым на производство и ушел оттуда здоровым. Если что-то случилось, значит, где-то недоработка. К сожалению, по статистике у нас, да, в этом полугодии, за первое полугодие 2021 года, увеличение на 3 случая по сравнению с 2020 годом. Из них со смертельным исходом те же 2 случая остались, и пострадали люди в обрабатывающем производстве. К сожалению, по статистике, если посмотреть на все цифры, это одно. А посмотришь в жизни, значит, 50% организаций, где пострадали работники на производстве, не имеют профсоюзной организации, к сожалению. 50% имеют профсоюзные коллективы. Значит, что здесь хотелось подчеркнуть, и желательно, для чего нам профсоюз? Смотрите, среди профсоюзных организаций, которые участвуют в организации, участвуют в расследовании представители правкома. От Федерации профсоюза у нас технический инспектор ЦК, ну, наших, в Тверских профсоюзах, участвует наравне с инспекцией в расследовании частных случаев. Значит, что хотелось подчеркнуть, что сокрытых случаев, где профсоюзы есть, практически нет. А вот, к сожалению, сокрытые случаи, где отсутствуют профсоюзы, и один работодатель... Зачастую скрывают, да. Не сообщают, вовремя сроки не соблюдаются. То есть, вот это уже очень плохая практика, да? Причиной травматизма, вот там, где все-таки наиболее, так скажем, распространенный, более 30% причин травматизма, это неудовлетворительная организация. То есть, не знание работодателя, как правильно организовать, как правильно провести там инструктажи и обучение. То есть, ему некому подсказать. То есть, нельзя этим пренебречь. И сиюминутная экономия, сэкономив там, что называется, 3 копейки, можно, во-первых, расплатиться ценой человеческого здоровья и большими, если не сказать, колоссальными финансовыми тратами. Поэтому нужно делать все правильно и своевременно. И вот как раз в этой связи, безусловно, роль профсоюзов, она велика. Вы знаете, наверное, справедливо мы видим, как вот уже человечество наработало большой опыт в плане отстаивания прав трудящихся. И вот европейские цивилизованные страны, они имеют достаточно серьезные показатели членства в профсоюзных организациях, потому что это действительно механизм действующий. Да, это всего лишь навсего инструмент. Инструмент такой же, как топор. Один этим инструментом отрубит палец, другой построит дом. Но, тем не менее, это инструмент, который позволяет решать вопросы цивилизованным способом, обеспечивая, скажем, паритет между тем, что хотел бы видеть работодатель, и то, что должно быть со стороны работника. И все это делается, естественно, под зорким оком исполнительной власти. Потому что это то, о чем сказала Раиса Федоровна, очень важно. Я хотел бы в этой связи напомнить, что как раз 31 марта 2021 года было подписано генеральное соглашение между объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы. И это очень серьезно. В этом решении видеоконференции принимал участие и Владимир Владимирович Путин, в режиме видеоконференции, как я сказал, который поставил задачу до конца текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019-го, проявить особую заботу о здоровье граждан и их благосостоянии. То есть, вот приоритеты, вот цели. Можно ли их достичь каким-то иным путем? Конечно же, нет. Но есть другие подходы. Есть такое понимание, как нулевой травматизм. Есть целый комплекс мер социальных гарантий и защиты в случае наступления страховых случаев. Поэтому я бы хотел попросить как раз по этому поводу Наталья Павловна высказаться. Да, безусловно. Одна из форм социальной защиты работников, которые пострадали на производстве от несчастного случая или профессионального заболевания, она реализуется через 125-й федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 1998-го года закон, 2000-го года он вступил в силу. И надо сказать, что как-то практика его применения, она показала добротность, надежность тех мер, которые в нем изначально были заложены. За основу, кстати, была взята германская технология социальной защиты работников. И по существу фонд социального страхования учитывает все произошедшие с работниками несчастные случаи на производстве, как страховщик принимает участие в расследовании всех тяжелых и групповых смертельных несчастных случаев. И вот в этом плане то соглашение, о котором уже упоминала Раиса Федоровна, как раз оно изначально в 2009 году было создано нашими тремя организациями и обеспечивает вот это тесное взаимодействие трех ведомств при возникновении печальных, неприятных событий у какого-либо работодателя. И, кстати, вот это соглашение помогает нам взаимодействовать, когда какой-то случай скрывается работодателем, потом работник в силу полученного вещи здоровью все-таки обращается, пытается найти концы, кто бы ему помог в этой ситуации. И мы начинаем разбираться, либо информация поступает в трудинспекцию, либо к нам человек обращается, либо в профсоюзы. Мы взаимно информируем друг друга, мы начинаем раскручивать эту ситуацию и понимаем, если случай был на производстве, если он признается страховым, то человек пусть позже, но он начинает получать обеспечение, предусмотренное федеральным законом. А виды обеспечения достаточно такие существенные. Во-первых, выплачивается единовременная выплата человеку, пострадавшему от травмы на производстве или от профессионального заболевания, если ему установлен процент утраты трудоспособности. В случае наступления смерти такого работника, выплата составляет 1 миллион. Далее работнику, которому установлен процент утраты трудоспособности, назначается ежемесячная страховая выплата, сообразно вот этой доле утраченного заработка. 30% утраты, соответственно, ему ежемесячно уплачивается 30% от утраченного им заработка. Там механизм расчета, он законно предусмотрен. И если такому человеку, пострадавшему от травмы, с учетом состояния здоровья, требуются какие-то дополнительные виды помощи, протез, функциональная кровать, подъемник лестничный, подгузники, пеленки. Разные ситуации, разные потребности, вплоть до автомобиля. Тем, кто ампутанты, в том числе и без двух ног, мы людей обеспечиваем автомобилями. И санаторно-курортное лечение, безусловно, и лекарственные средства. И полный перечень, кстати, у нас на сайте регионального отделения раздел для пострадавших от несчастных случаев на производстве. И там полный перечень всего, на что может рассчитывать пострадавший на производстве работник, он обозначен. Ну и начиная, собственно, с оплаты больничного листа по временной нетрудоспособности. Можно здесь было бы добавить как раз, Наталья Павловна, у нас часть случаев идет, когда человек или не оформлен трудовыми отношениями, или, значит, есть такие ситуации, которые мы зачастую расследуем уже по факту, после того, как он обратился с жалобой к нам на то, что не расследует случай. А ситуации такие простые, и хотелось бы довести до наших телезрителей, и работодателей, и работников. Ни в коем случае не скрывайте, не соглашайтесь, когда работодатель говорит, давайте мы этот случай оформлять не будем, заплатим тебе денежку. На уговоры не поддавайте, потому что это тяжело последствия. Потом выходит, работодатель забывает о своих обещаниях, а работник не получает ни вот эти, что фонд может заплатить деньги, и вообще никакие. Очень важно все надлежащим образом оформить, потому что последствия в перспективе могут быть непредсказуемыми. И дай бог, если все, что называется, закончится по-хорошему, но может быть и иначе. И вот именно об этом мы говорим, чтобы вот эти риски постараться снизить. И государство заботится же о человеке. Не зря приказом Розархива определены сроки хранения документов по охране труда, в том числе и актов расследования, 75 лет. То есть это серьезные документы, и это касается качества жизни этих людей. И очень существенный момент, о чем Валерий Григорьевич уже косвенно упомянул, что обеспечение распространяется на лиц застрахованных по этому виду страхования. То есть речь идет о тех, кто работает по трудовым договорам. Либо если гражданско-правовые договора, но в них должно быть прописано условие страхования по этому виду обеспечения. Если у человека отсутствуют оформленные трудовые отношения, то вопрос о признании случая страховым... То право такого не наступает. Да, да. Поэтому оформление трудовых отношений... К великому сожалению, мы понимаем, что это ведь происходит не из-за неорганизованности самого работника, а иногда такие условия ему... Работодателю ставят, ему ставят. И вот в этой ситуации очень важно как раз наличие профсоюзной организации, наличие коллективного договора, который помогает расставить точки в взаимоотношениях работодателя и работника. И вот не надо наверняка считать профсоюз каким-то врагом того же работодателя. При правильной организации это надежная опора для того, чтобы наладить коммуникацию владельцев и руководства тех или иных предприятий и отраслей непосредственно с работниками. Это действенный механизм, который позволяет законным образом урегулировать те вопросы, которые вызывают необходимость... Вопросы разные, не только по охране труда, и не только связанные с несчастными случаями. Та же заработная плата, те же условия труда, те же дисциплинарные взыскания, невыполнение. Это самый широкий. Вот я и говорю, самые частые наболевшие вопросы у людей, слава богу, травматизм бывает раз в месяц, бывает ни у кого не бывает, дай бог, чтобы вообще этого не случалось. Но вот такие моменты, когда перевели без согласия, вынужденный отпуск, как бы заставляют заявление писать. Вот в таких моментах профсоюз на самом деле незаменим. Потому что на сегодня действующее, на сегодняшний день федеральное законодательство, оно направлено в помощь не только работникам, но и работодателям, для того, чтобы снизить давление на малый бизнес. Да, как бы, все-таки направлено предупреждение на профилактику, на выявление и пресечение этих вот нарушений. Для того, чтобы вот жалоба поступает в инспекцию труда по невыплате заработной платой до момента выдачи предписания, да, о погашении задолженности, там, выплатить. На сегодняшний день действующее федеральное законодательство обязывает инспекции труда целый ряд профилактических мероприятий провести. Сначала выдать предостережение, потом провести документальную проверку. Если документальная проверка ни к чему не привела, только после этого с согласованием органов прокуратуры провести выездную проверку. Для того, чтобы вот раз и пересечь, вот как раньше было, когда вот всегда при профсоюзах. То есть технически, да не все просто, не так быстро, чтобы процедурно это все соблюсти. Процедура, чтобы законодательство нам порядок установил, как должен действовать государственный надзорный орган. И вот здесь на сегодняшний день на самом деле очень важна роль профсоюзов, потому что даже в Трудовом кодексе 381 статья, 391 статья, они говорят о том, что все споры, они разрешаются комиссиями по трудовым спорам, либо судами. И если вот возникает такой случай, если есть профсоюз, работнику есть куда идти. Конечно, это досудебное решение, оно упрощает. До жалоба, надзорные органы, вот это вот все урегулировать. И когда уже профсоюз видит, что работодатель не идет, профсоюз от имени работников вправе инспекцию труда обратиться, чтобы мы уже вмешались. И конкретные меры там со штрафами, без штрафов, как говорится. Здесь уже вынуждено, нужно принимать какие-то... Все на уровне работника и работодателя. Это самый действенный способ на сегодняшний день решить все вопросы до проведения проверок, штрафных санкций и так далее. Потому что мы понимаем, что действительно судебный тяжбый процесс длительный, достаточно затратный, непростой. Можно ли его избежать? Да, конечно, можно. Важно своевременно и правильно принять решение, в частности, о том, чтобы либо создалась, либо укреплялась профсоюзная организация. И коллективно защищать свои права, ну это уже такая истина не требующих доказательств. Да, действительно всегда проще и результативней. В противном случае поодиночке мы с вами знаем, как непросто добиваться в современном мире каких-то решений, даже законных. Да, это все действительно непросто. Но есть те инструменты, которые позволяют это делать. Ими нужно воспользоваться, о них нужно знать. Об этом мы и стараемся говорить, потому что наш телеканал запускает этот цикл программ для того, чтобы не просто осветить краем ситуацию, в частности, затронув вопросы травматизма. А мы хотим действительно устроить вот такой правовой ликбез, помочь людям разобраться, вооружить их знаниями, которые помогут, как навигатор, сориентироваться зачастую в том тумане, которого у нас в изобилии нынче все-таки на местах. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы вновь в эфире. Итак, мы продолжаем нашу программу. Я хотел добавить к нашему предыдущему разговору о том, что вот смотрите, в расследовании несчастных случаев нужно установить комиссии причины несчастного случая. Самая большая, это понятная, неудовлетворительная организация работ, а дальше отсутствие обучения на предприятии, отсутствие СИС у работника и так далее. И смотрите, как все связано с профсоюзом. Учебные программы утверждаются и согласовываются с профсоюзом. СИС обязательно с профсоюзом, там, где есть профсоюзная организация. Я вот к чему? Инструкции по охране труда. По видам работы инструкции. Это комплекс мероприятий, взаимоувязанных и работающих, когда они тесно... Вот очень хорошо, что сегодня озвучено и представлено, что существует и действует соглашение между серьезными двумя крупнейшими государственными структурами и самой, наверное, такой весомой и системной общественной организацией. Это очень важно. Как раз эта деятельность нацелена на результат в пользу наших с вами сограждан, которые имеют возможность быть защищены. И они этой возможностью могут воспользоваться. Но навязать им, конечно, этого никто не будет делать. Вопрос другой. Это правда. Самим нужно сделать вывод для себя и воспользоваться этой возможностью. Но хотелось бы как раз, чтобы некоторые понятийные моменты нам сейчас можно было бы услышать. Я думаю, что Владимир Евгеньевич нам поможет разобраться и в определенных терминах, и в законодательной базе. И, может быть, нам даже подскажет с позиции статистики профсоюзов, как выглядит с этой точки зрения ситуация. Значит, ну, у нас законодатель определил четко, что вопросами охраны труда мы решаем посредством Конституции, федеральных законов по охране труда, трудового кодекса. Кстати, новая глава, десятая, будет со следующего года вступит в силу. Охрана труда, это кодекс законов о труде. Значит, ну, ну, да. Вот, и... Ой, кодекс, трудовой кодекс. Да, да. Да, прошу прощения. Значит, но существующий пока действует кодекс. Значит, там статья 371, 373 говорит о том, что профсоюзы участвуют как социальные партнеры... А может быть, даже зачитайте по пунктам для нашей аудитории, как это... Ну, тут хотя бы выборочно, да, но для того, чтобы понять. Тут статей очень много, их 25 статей, где принимается решение по... Режимы неполного рабочего времени, увольнение работников, сокращение численности. Это все разные, ссылка идут на разные статьи кодекса. Утверждение графика отпусков, установление размера повышения оплаты труда, размеры повышения за ночные работы, применение локальных нормативных актов, применение дисциплинарных взысканий. Ну, это много, инструкции по охране труда. Но еще обязательно участвуют в проведении специальной оценки условий труда в составе комитета комиссии по охране труда на паритетной основе, в составе комиссии по расследованию учету несчастных случаев. Вот если обратиться к расследованию учета несчастных случаев, в этом году мной принято участие в расследовании 53 несчастных случаев. Значит, там смертельные, групповые. Смертельные, неучетные у нас очень много. к сожалению, смертельных несчастных случаев, которые относятся к категории неучетных. Из 20 случаев 13 неучетных несчастных случаев. А с чем это? А связано с тем, что заболевание. А так как из 53 случаев, в которых я рассказал, из 43 нету профсоюзных организаций, то человек помер на производстве. В 80% случаев отсутствует профсоюзные организации. Да, отсутствует профсоюзные организации. А в соответствии с этим, вот оно получается. Либо в случае не связан с производством, потому что основная причина заболевания, потому что алкогольное опьянение, у нас всего два таких было факта, когда человек умер из-за алкогольного опьянения. Основное идет, что от заболеваний человек умирает. И в основном стараются, когда нет профсоюзов, конечно, свалить вину на пострадавшего. При этом хотелось бы все-таки отметить, да, там, где профсоюзы не докапываются, в соответствии, ну, совместно, соответственно, с инспекцией труда. И были случаи, когда мы доказывали, да, согласно медицинскому заключению, причина смерти заболевания. Но это заболевание, оно было у него при приеме на работу. Соответственно, работодатель виноват в том, что он с противопоказаниями допустил. Если, скажем, он, ну, сердечный приступ был, переутомляемость, возможно, была. Может, у него сверхурочная работа была. Он без перерывов, без отпуска, вот, работает, работает, сердце не выдержало. Либо медицинский не проходил. Не всякое заболевание просто от того, что он сам болел. А это было именно связано с производством. С тем он фактор того, каким образом и в каких условиях он работал. Если он, и вот, когда есть профсоюз, есть возможность докопаться до истины и восстановить права. И опять-таки, с помощью фонда социального страхования получить те выплаты. Экстази, вот, в предупредительных мерах, я дополню, есть одна из позиций. Это финансирование обучению по охране труда уполномоченных профсоюзных органов, имеющихся в организациях, за счет средств социального страхования, вот, от несчастных случаев на производство, от заболеваний. То есть, предприятие начистоит взносы, и есть возможность ими правильно воспользоваться. Это нужно знать. Могут направить на предупредительные меры. И вот одна из позиций, потому что уполномоченных обучают практически единицы. Это крайне редкие случаи. В основном обучают, если по охране труда, то руководители бюджетных организаций, ну, как-то вот такие структуры, члены комиссий, комитетов по охране труда. Поэтому, а уполномоченные, наверное, там, где малочисленная организация, там он в одном числе. Да, их нет вообще, зачастую, потому что при расследовании несчастных случаев в составе комиссии должен включаться представитель первичной профсоюзной организации, другого выборного органа, и уполномоченных по охране труда нет. Пишут кого угодно, кого взяли. Кроновщик ты будешь, как представитель трудового коллектива, даже не уполномоченный, не представитель выборного органа, потому что выборный орган предусматривает орган. Он и название это по себе орган. Он должен существовать. Должно быть положение об этом органе, должны быть выборы. Полномочие, права, обязанности. Как положено. А у нас, это самое, в состав комиссии просто так, поймали кого-то за руку. Формально, да, вроде бы так все это существует, а на самом деле это, конечно, неправильно. Поэтому, конечно, и поэтому зачастую у нас и получается, вся работа сводится. Но у нас сегодня, если вернуться к самому началу, у нас сегодня в инспекции, всего-навсего в государственной инспекции, 5 человек, которые занимаются охраной труда. На всю область. По факту 3 человека на сегодняшний день. Ну, это по факту. По штату я имею в виду. По штату, да, но надо говорить реально. Ну, пригласите наших коллег. Я работал начальником отдела в инспекции, у меня было 9. В отделе 9 человек, было 4 отдела. Сейчас всего 5. Сокращают, сокращают. Те, кто обладает знаниями, опытом и готов, я так понимаю, что инспекция по труду ждет и охотно рассмотрит возможности. На официальном сайте объявлен конкурс. Всех желающих приглашаю поучаствовать в конкурсе, поскольку назначение на должность инспектора труда у нас только через конкурс. Ну, процедура понятна, потому что это официальное учреждение государственное, поэтому тут по-другому не может и быть. Но важно, чтобы все-таки как-то появились заинтересанты, и тем самым даже вот ваш немногочисленный штат укреплялся. Это наверняка все-таки... Сейчас работник, который уже потерял надежды всякие, что когда-нибудь вот так же, как вот Олег Григорьевич как сказал, не идите на сделку с работодателем. Пошел один раз на сделку, но выплатили ему там 10 тысяч, да, и в этом забыли, а у него даже дальше пошли последствия. И благодаря вмешательству позвонил на горячую линию, соответственно, отправил к инспектору, к своему, чтобы проконсультировали, помог к нам заявление написать. Итог, когда вот этого работника, заявителя получаешь благодарность, в его глазах, когда его восстановили, это очень многого стоит. У нас очень интересная работа, достойная работа, и она направлена как раз-таки на защиту прав трудящихся. И все равно... Чем мы схожи все три организации. В общем-то, очень важно, что вы работаете как раз вместе, и здесь это позволяет компенсировать вот ту небольшую штатную численность сотрудников, занимающихся вопросами охраны труда. Но у нас 12 обкомов, да, допустим. У нас вроде больше получается. Причем мы верим, что, конечно, мощная структура фонда социального страхования, значит, даже сегодня в усеченном варианте, Федерация Тверских профсоюзов все равно сохраняет свою мощь. И совместно с инспекцией по труду, друзья мои, это реальная сила, которая помогает человеку труда отстоять свои интересы, чувствовать себя защищенным. Но об этом люди должны знать, и именно до этого мы хотим достучаться. Чтобы понимали, что вот не нужно там до какой-то критической ситуации доводить. Можно решать вопросы всего лишь навсего, познав механизмы их решения. Насколько я понимаю, сайты государственных структур, представленных сегодня в программе, наполнены информативно для того, чтобы человек понял алгоритм своих действий в той или иной ситуации. Профсоюзы также открыты. И все-таки, вот какое общее количество первичек сегодня? 1 300. 1 300 первичных организаций в области. Разве это не сила? Конечно, это надо укреплять. Это сила? Конечно, это мало. 62 тысячи человек. Это мало, если мы с вами говорим в сравнении, где Германия 80% трудового населения является членами профсоюза, а Тверская область лишь 10. Если мы говорим вот в таком сравнительном варианте, да, это мало. Но более тысячи первичных организаций, как такой инструмент гражданского общества, это действительно мощный потенциал. А тем более, что этот потенциал еще и находится в тесной связке с государственными структурами, наделенными целым рядом полномочий. И вернусь к тому, что сказал президент на съезде. Он очень четко сформулировал. Я фразу эту готов еще раз повторить. Вот как это у нас говорят, повторение мать учения. И не могу не вспомнить еще раз слова Владимира Владимировича в этой связи. Сейчас, одну секунду. Потому что у меня весь текст его выступления здесь. Подчеркнуто прям. Вот. У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан. То есть, есть такой потенциал. А когда он усилен и подкреплен взаимодействием вот тех государственных структур, которые сегодня представлены в нашей программе, это действительно мощь, которую... То есть, может, вы донесете до работников порядок организации профсоюзов? Это же не работодатель создает, а работники инициаторами. Как им собраться? На нашем сайте есть вся информация, как создать профсоюз. Вот и до все прописано. Мы сегодня, видите, как раз используем ресурс средств массовой информации для того, чтобы донести до как можно большего количества наших зрителей, работающих зрителей, какие есть возможности. Больше того, наш телеканал, пожалуйста, тоже может являться коммуникатором в этом отношении. Мы готовы принимать, аккумулировать и передоправлять часть волнующих вопросов именно от поступивших от нашей зрительской аудитории. Более того, я хочу сказать, что именно зрители своими откликами в состоянии формировать повестку темы дня. Тема дня — это называется наша программа. И мы понимаем, что наша задача — разбудить гражданскую активность. Вот недавно прошедший форум, который проводила общественная палата в Твери, как раз одним из основных таких красных линий провел общественный контроль в целом ряде направлений. А кто, как непрофсоюзная организация в области защиты, охраны прав человека труда осуществляет этот контроль? Совместно с вами, потому что опираться можно здесь на государственные структуры, наделенные уже дополнительными, более весомыми полномочиями. Правильно ли это? Конечно. Скажите, как вы видите перспективы этого соглашения, которое уже действует и которое есть? Может быть, имеет смысл его дополнить? Может быть, его нужно переподписать? Может быть, уже назрела пора, скажем, некоторые пункты его пересмотреть? Ну, время-то идет, и ситуация меняется. Мы ввели переговоры о перезаключении, сейчас в стадии доработки, мы все сделаем и заключим в ближайшее время новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. И вытесим на сайтах. Да, обязательно. Это очень важно. Это очень важно. Нужно нам, используя все наши возможности, информационные в том числе, всех сегодня присутствующих постараться, информировать как можно большее количество людей, вооружив их знаниями. Знания – это сила. Запомним с вами такую программу, да? И поэтому, наверное, вот та миссия, которую взял, конечно, на себя наш телеканал, она важна для информирования. Информирование и то, чтобы люди просто могли включиться в этот процесс. Включиться в том числе, как я уже сказал, формируя повестку, программ, темы дня, волнующими их вопросами, темами, которые их беспокоят. Вот, что на сегодняшний день важно. Перспективы профсоюзов, как вы их видите? Какие возможны варианты? Ну, хотелось бы отметить, что в текущем году вот новая перспектива появилась, мы ее используем, в том числе участвуем по направлению охраны труда. Это обучение именно специалистов по охране труда, проводимое, которое проводится в Министерстве промышленности Тверской области совместно с Торгово-промышленной общественной палатой. Значит, и государственная инспекция принимает там участие. Мы там и лекции какие-то читаем, и проводятся практические занятия. И профсоюз, вот Владимир Евгеньевич, технический инспектор труда, тоже им там лекции читает. Я считаю, что это очень важное направление, это проводение обучения именно специалистов по охране труда. Хотелось бы, чтобы туда включалось большее количество предприятий, но Министерство промышленности активно использует, и мы убеждаемся, как профсоюз, почему мы видим в этом перспективу, почему мы там принимаем участие. Потому что только часть тех организаций, которые относятся к Министерству промышленности, имеют первичные профсоюзные организации. Основная масса не имеет таких организаций. Но я считаю, что популяризация создания путем проведения таких мероприятий, которые очень... Четыре мероприятия было, четыре, да, проведено? Да, четыре. Четыре мероприятия, очень практически хорошие занятия, очень подготовленные. Вот одно из направлений вот это. Второе направление, я считаю, что это предупреждение, предупредительные меры. И вот Наталья Павловна говорила о нулевой травматизме. И я хотела, чтобы вы им продолжили эту тему, потому что вы ее детально знаете. Да, это тема, которая обращает внимание работодателей и, безусловно, и коллективы работников к тому, что вообще-то несчастные случаи на производстве не являются предопределенными. Вот, казалось бы, очень простая мысль. Но высказанная слуха, если ее осознаешь, знаете, прямо удивляет. Действительно, ведь каждый случай травматизма может быть предотвращен за счет чего? За счет принятия каких-то предупредительных мер. И чаще всего эти меры начинаются с организации, с переосмысления в организации, начиная с работодателя, того, а что такое безопасные условия труда. Если работодатель для себя скажет, что травматизм можно предупредить, станет лидером в реализации этой идеологии, коллектив за ним потянется. И я, может быть, как Дон Кихот, но я всегда призываю работодателей и надеюсь, что они слышат нас и проникаются этой идеей. Потому что говорить о том, что работнику трудись, применяя СИЗы, ведь никто, наверное, не говорит. Дали, кинули, используй. А напомнить ему, ты с утра одел варежки, когда начинаешь работать на своем станке. Или защитные очки. Да, ты одел щиток на глаза, на лицо, чтобы, начиная сварку, защитить свои глаза. Ему не напомнили, он месяц-два-три работает спокойно. Расслабился все, травма, к сожалению. И дальше мы уже лечим глаза в больнице, одна-вторая, вплоть до Нижнего Новгорода, когда отправляем для того, чтобы восстановить людям кожные, поврежденные при ожогах поверхности, всякие. Сложные бывают случаи. А начинается с чего? Напомнили, сказали человеку, встряхнули его, его внимание заострили. Все, мелочь. Но она доступна. Но она действована и это работает. Конечно, она доступна каждому. Дальше такой рядовой посыл. Выявляя угрозы, предупреждать риски. Разумный работодатель, да, он понимает, где у него слабое место. Старый станок, кожуха, колышется при движении за счет этого. То руку вместе с перчаткой затягивает, то еще что-то. Замени, подремонтируй, подумай, как это предотвратить. У тебя не будет случая. Возможно, возможно. Конечно, возможно. Сейчас мы вернемся на небольшую рекламную паузу, после которой вновь вернемся в студию. Мы вновь в студии. Итак, время нашей программы неминуемо подходит к концу. И в заключении мы хотели бы все-таки позволить закончить. Наталья Павловна, да? Да. Там семь золотых правил, так называемых, идеологии Vision Zero. И каждая из них доступна, приемлема. Информация о этой программе также размещена на сайте регионального отделения. Поэтому мы призываем работодателей региона этой темой интересоваться и в нее погружаться. Результат будет сам за себя. Да, безусловно. Майя Якубовна, в заключении, что бы вы хотели сказать нашим зрителям? Я бы хотела сказать нашим зрителям, чтобы они берегли себя. Потому что последние два года, так скажем, показало, что здоровье это самое главное в нашей жизни. Если мы себя не бережем, к сожалению, нас никто не убережет. Работодателям посоветовать все-таки, если у них трудности возникают, на официальном сайте инспекции труда вся информация имеется. Учитывая, что на сегодняшний день, вот конкретно на сегодняшний день, вступивших в силу с 1 января 2021 года правил по охране труда около 50. Если у кого-то возникает трудность, незнание, работает горячая линия инспекции труда, звоните, узнавайте. Потому что инспекция труда не только для работников, работники всегда говорят, вы созданы для работодателей, а работодатели говорят, вы созданы для работников. Нет, инспекция труда создана по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства. У нас оказывается государственная услуга по консультированию, как нормы трудового законодательства и работнику, и работодателю правильно применять. Поэтому мы готовы, мы открыты, в том числе через СМИ, через телевидение. Все вопросы, которые вы касаемо трудового законодательства будете направлять в студию, они будут переадресованы нам, соответственно, вы получите консультацию в развернутом виде. Валерий Григорьевич, буквально два слова. Мне хотелось бы по итогам передачи сказать, что активность, только активность и профсоюзов, и членов профсоюзов, и работников, и работодателей. И потенциальных членов профсоюзов, потому что если, как это говорят, Господи, помоги мне выиграть, а Господь и говорит, так ты лотерейный билет хотя бы купи. Вступите в профсоюз. Поэтому здесь, наверное, очень важно от позиции каждого человека. Владимир Григорьевич, два слова. Значит, я хотел обратиться к основному, конечно, к работодателям. Они не должны забывать, что у них есть люди, которые создают их благополучие. А для этого нужно применять вот те законы, которые сегодня есть, своевременно. Проводить обучение, инструктажи, приобретать соответствующие средства. Дорога ложка к обеду, а яичко в крестов день. Нужно пользоваться этим своевременно. И в заключении, в продолжении этой же темы, есть очень положительный пример, положительные моменты о взаимодействии и сотрудничестве между работодателем и профсоюзными организациями именно по теме охраны труда. Поскольку профсоюз проводит конкурсы, лучшие коллективные договоры, госвласть проводит лучшее предприятие Верхневолжья, именно по направлению охраны труда, таким вот одним из предприятий лучшим за 2020 год был признан ООО «Сибурпэтнефть». «Сибурпэтнефть». Это наша членская организация, которая имеет стопроцентное членство, где есть конкретный, хороший, эффективный диалог между работодателем и работником. Я думаю, что такой опыт мы будем обязательно освещать. А в завершении программы все-таки хотел бы сказать, вот так резюмируя, нужно понять, что все члены вот этого процесса, увязанного, это бизнес-сообщество, работники в лице объединенных профсоюзов и власть должны себя ощущать партнерами, а не антагонистами по определению. Потому что именно сообща можно добиваться результатами. И не могу не привести еще одну цитату Владимира Владимировича. В связи с этим хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате власть-работодатели-профсоюзы. Задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог. Сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан. Чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям. Это то, что говорит наш президент. Мы должны это не только слушать, но и водворять в жизнь. Это была программа «Тема дня». И с вами я, Сергей Рогозин.